итак приступаем первую очередь я сейчас нарежу все овощи их мы будем просто запекать нарезать я буду прямо сразу противень это такие тыковки сухини итальянские очень вкусные можно их и семечками оставить а можно и без делу и так и так кому как нравится перчик это будет все очень вкусно это баклажанчик еще перчик еще баклажанчик морковочка морковка будем делить просто так да такие ставлю морковка у меня разных цветов это будет все очень вкусно можно очищать от шкурки то есть от семян а можно и оставить так без разницы все равно мы кушаем их и семенами это тоже очень вкусно сухими этот я прям с семенами порежу это очень полезно девочки всем я вам это блюдо рекомендую к этому любу можно подавать любую намазку или любой deep deep это такой соус куда это макать можно так здесь у меня еще тыковка смотрите осталось тоже отправим сюда вот такая будет эта тыковка мне нужно еще здесь есть у меня ой какая у нас будет вкуснота и красота еще два баклажанчика у нас здесь с вами все цвета радуги вы замечаете да если это не полезно то я не знаю что полезно очень полезно и очень вкусно и так следующее мы берем просто соль перчик красный перчик обязательно это острый красный перчик немножечко чеснок можно и свежий конечно чеснок его отдельно сюда брошу также сюда можно любую зелень орегано тюмьян розмарин что у вас есть масломата это все дело помидорчиков с огорода и начинаем хорошенько размешиваем это будет наш прекрасный гарнир к рыбке можно это делать и в тазу но я думаю зачем пачкать еще раз все девочки готова красота теперь ее можно выпекать отправляем духовой шкаф у меня температура сейчас выставлена на 200 на 220 градусов она потихоньку набирает ну и ставлю где-то на 30 минут может меньше буду так иногда посматривать да как она у нас будет там запекаться вот такая красота а мы теперь переходим к рису в первую очередь нарежем мелко тыковку будем ее обжаривать хорошенечко пока тыковка обжаривается нарежем мелко лук лук мы добавим к тыковке уже после того как тыковка обжарится маринуем рыбу для маринада нам нужна просто соль перец и обязательно лимон соль с перцем перемешиваю хорошенько и начинаем вот так вот со всех сторон лимонный сок и вот таком виде оставляю промариноваться хотя бы на полчаса отправляем лук когда лук уже немножко карамелизируется мы добавим сюда рис готово добавляем рис и чечевицу обязательно это конечно на любителя но вы один раз хотя бы попробуйте и посмотрите какой необыкновенный вкус дает это рису не просто обыкновенный белый рис для меня он как-то скучноват просто белый рис соли обязательно и вот таким образом доводим до кипения и только после того как она закипит мы должны опустить ход на двоечку закрыть крышкой и тушить еще 10 минут до полной готовности теперь мы с вами переходим к подливке или соусу для рыбки для этого нарезаем лук зеленый и помидорчики к разрезанным помидоркам черри также нарезаем любую зелень на ваш вкус в моем случае это кинза и петрушка теперь добавляем лимонный сок желательно конечно свежий но если нет можно взять и так какой где-то две-три чайные ложки также берем оливковое масло две столовые ложки сахар 1 чайная ложка соль где-то половина чайной ложки перчик половина чайной ложки в общем мой вам совет сдабривать специями на свой вкус также добавляем белого сухого вина на ваш вкус где-то около 100 граммов хорошенько размешиваем всю эту массу и оставляем хотя бы на 10 минут настояться пропитаться и уже спустя 10 минут можно выкладывать рыбу на пергамент и хорошенько обмазывать этой настоявшейся смесью всю рыбку я запекаю рыбу в моей духовке при температуре 220 градусов режим гриль где-то около 10 минут вам зачем цветы я же сказал что мы уезжаем жалко же и столько опять еще мне принесли они же мама вонять будут вонять это такая вещь это откуда оттуда там нету красивых таких не было женщин мама не на что было смотреть поехал а этот шеф санатулия близкий друг нашего командира я приехал привет а ты как честный студент порядочный муж какой позор вам а мне приходит не помню кто и говорю такие вещи вы должны мне на камеру рассказывать они так по желанию на запеченные овощи сверху можно положить любой овечий или козий сыр а и 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 это морковка такая тыква оранжевая это морковка оранжевая тыква вот так Михалыч как вам живо бесподобно да все бесподобно осторожно кушать вообще но я вижу что очень круто это не все прекрасно и